Сначала я подумал, что здесь написано, что типа убирайте за собой и так далее, но на самом деле нет. На самом деле было написано ставьте стакан заранее, блядь, и я налил себе полкозы. Грустно, конечно. За счет того, что в Болгарии общественные места дозволено открыты, я думаю, что не только в Болгарии, но и в многих странах здесь, видите, вот так вот дом на колесах такой гигантский, где можно попробовать какие-то эксклюзивные товары, в том числе, я так понимаю, косметику, которая улучшает и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а я иду в свой любимый ресторанчик, как обычно. Так, друзья, мы с вами сейчас наблюдаем лицо стрекозла. Вах, да, Боря его как раз-таки поймал. И реакцию Иоанна, смотри, Казахстан. Друзья, сделал такой вот потрясающий камень красивый, смотрите, вах какой, классный. Может, будем потом его как-то еще модифицировать, не знаю пока что. Ну, пока так. Не понимаю, как могу кататься, вот просто вот так вот, даже если подъезжаешь, ты, не знаю, даже если ты что-то там, грузовые какие-то перевозки, все равно, по-моему, это запрещено, но человек, несмотря ни на что, берет, короче, и ездит. Друзья, там что-то происходит, я так понимаю, не фотографируются все вместе или что, там детей обучают. У нас, видите, детская площадка, и там очень много людей просто. Что там происходит, интересно, забавно, забавно. Знаете, ужасно начался день, куча мелких всяких тупых вещей, которые происходят, но, по идее, не должны происходить. Еще и горло болит, просто пиздец, я разговаривать не могу. Я пшикал постоянно средства, оно нихера не помогает. Знаю, сода и соль, очень хорошо полоскать горло, ну, блядь, должно быть. В магазин купить соду и соль. Что я хотел сказать. Думал, что русские люди в других странах, ну, друг друга будут поддерживать, как-то там, друг за другом здорово, и так далее, и тому подобное. Но в Болгарии, вот у меня случай, одна русская женщина, она, в целом, весьма адекватная, я ей иногда помогаю, и она мне тоже помогает. Вот, но, допустим, еще одна, которая, вообще, вот я с ней поздоровался сейчас, она прошла, мне не нужно поздороваться. Вот, но расскажу еще один вам случай, когда мы на кухне кушали все вместе, и я взял огурец там нарезанный, и она там что-то сказала, типа, не бери огурец или что, и я беру еще огурец, потому что все берут, и это нормально, у меня там ничего такого. И она, знаете, что делает, взрослая женщина, которая меня только не знает, она бьет меня по руке. Я просто охуел, когда это произошло, и не знал, как реагировать. Понимал, что если я ее ударю, и мало не покажется. Так, придумал я, короче, пользоваться своей аудиторией, полтора человека, это мощь и сила, ребята, мы с вами прорвемся. Вы знаете, что я художник, может быть, у вас будут какие-то идеи касательно моего нового произведения. Я вчера вот думал-думал-думал, даже на работе на салфетке кое-что нарисовал, не знаю, хотите, скину вам, покажу. И покажу, такой эскиз уже у меня получился. Конечно, очень-очень болит горло, я еле говорю. Наверное, музыку вообще выключу в этом ролике. Но в чем суть произведения? Представьте себе вечер. Это происходит, скорее всего, в каком-то античном, таком, знаете, лавкрафтовском поместье, замок такой, знаете. Вот, в нем все происходит. На фоне камина старый дед рассказывает детям, своим внукам, точнее, какую-то историю жуткую, страшную и так далее. И видно прямо у него такие, знаете, эмоции неподдельные. То есть, он вот это все увлекся слишком, да. А дети, это старший ребенок, ему лет 14 мальчик, младший мальчик, ему лет, наверное, 8-9. И девочка, ей, наверное, лет тоже плюс-минус 12. И вот они, получается, все это слушают. И дед на переднем плане, он когда все это рассказывает, он как бы дирижирует там едой, а у него в руках вилка. А на вилке непосредственно вермишель. И когда он жонглирует этой вермишелью второй рукой, он пытается подкурить себе сигарету. И игра света таким образом проходит, что тень от макарон совпадает непосредственно с тенями испуганных внучат. И все это на потолке рисует картину какого-нибудь ужасного монстра. Мне, конечно, в голову никто не приходит, кроме какого-нибудь ктулху, у которого там такие разные всякие щупальцы, клешни и так далее. Может быть, вы мне что-то подскажете. Но опять, можете попробовать. Вот такая идея. Мне она очень нравится, потому что тут игра света. И, ну, напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Может, мы будем таким образом с вами как-то коммуницировать. И у меня будет произведение все лучше и лучше. Как это затушить, непонятно. Все собрались. Друзья, в обед кушать нельзя. Но если шеф-повар, у него эти happy birthday, день рождения, то есть можно, оказывается. Да? Можно, можно. Теперь можно. Правила для того, чтобы их нарушать. Вот и все. Я только так понимаю. Друзья, смотрите, какого я нашел. Просто какое скромное маленькое насекомое. Гигантское. Одна сидит в телефоне постоянно. И вторая сидит в телефоне постоянно. И ничего не делает абсолютно весь день. Я поднимал стулья. Я убирал посуду. Все делал просто весь день. Они нихера не делают, понимаете? Вот. Пока начальство не придет. Вот есть такие сотрудники, знаете, у нас. Пока начальство не придет, пока они нам не скажут, что срочно работайте. Вот только тогда они свою жопу поднимают. Но до этого им плевать. То есть они привыкли работать как рабы, которых надо периодически бить. И меня на самом деле это уже подзаебало, честно. Вот вам скажу. То есть первый день это было еще как-то забавно и смешно. Но сейчас, когда ты просто вкалываешь, а они не делают нихуя. И начальству все равно. То есть как бы, ну, придет еще кто-то. Ну ладно, это как о грустных новостях. Скажу еще вам о веселых новостях. Может быть, в сентябре я полечу в Дубай. И буду там работать в ресторане. Может быть. Потому что есть там хороший знакомый, который предложил такой вариант. Поэтому покажу вам Дубай. Вполне возможно. Друзья, предлагаю снять новый ремейк фильма «Матрица». Если переворачивать ложку, то ничего не происходит. Смотрите, как здорово. Но если переворачиваешь ее вот так, то все происходит очень даже хорошо. Я могу сам себя снимать. Типа это селфи-палка нового поколения. Поняли, да? Вот такая вот история. Именно сегодня, когда у меня, блядь, горло, я не могу даже разговаривать. Два столика. Happy birthday to you надо петь. Спасибо. Я не знаю, что происходит с этим миром. Сегодня какой-то, блядь, не мой день точно. Друзья, детки ходят в таких шапочек специальных. Это, наверное, какой-то лагерь тоже. Прикольно это выглядит довольно. А я жду своих клиентов. Они не идут. Уже на часах 35 минут, они на 5 минут опаздывают. Где-то кто-то ходит, бродит. Я не знаю, где. Сегодня явно не мой день. Не знаю, как-то все не складывается. Даже вот сейчас прощался, и один болгар, хоть и хороший знакомый, попрощался противоположной рукой. То есть привычно, когда мы прощаемся, естественно, правый, тут левый. Почему так? Это загадка.